Еще один вопрос, который мне прислали. Это что делать, как выжить, если Сатурн в твоей карте натальной находится в 12 доме? Как выжить? Это 12 дом и козерог. Как выжить? В принципе, это неплохая позиция, как это ни странно, потому что в ведической астрологии важно, что Сатурн является хозяином первого дома, а 12 дом нейтрален. Он будет приобретать значение второго дома, которым управляет Сатурн. И особенно учитывая, что молотарикона Сатурна приходится на первый дом. То есть Сатурну в значительной степени даст функционально благотворные результаты первого дома. И здесь проявятся те качества 12 дома, которые являются, ну скажем так, с знаком плюс. Несмотря на то, что 12 дом относится к Дустхане, никто не отменяет, что это дом потери. Тем не менее, у него есть и позитивные свойства. Какие? Проживание за границей, вдали от дома. Иногда это проживание более комфортно, иногда менее. Но поскольку Сатурн сам по себе достаточно суровая планета, как правило, человек может находиться не в самых комфортных условиях, может быть даже аскетичных. Но сам этот факт, что человек увидит разные страны, будет жить в разных городах, это расширяет сознание, это приносит новые возможности в жизнь человека. Затем 12 дом связан с мистицизмом, как бы с утратой своего эго. А первый дом как раз и рассказывает про эго человека. Поэтому спасение в прямом смысле слова в этом случае является духовная практика. Особенно с элементами мистицизма и медитации. Поскольку напротив 12 дома находится 6 и он связан с концентрацией, то такому человеку показаны техники медитации, у которых есть акцент на концентрацию на чем-либо. Поскольку Сатурн связан с материальными вещами, он достаточно такой прагматик, то здесь могут быть кристаллы, какие-то материальные вещи, старинные предметы. И тем не менее, через это человек будет стараться выйти на другой уровень восприятия реальности. И концентрируясь на таких вещах, он может получать духовный опыт, мистический опыт, который будет его вести как раз к освобождению. Поскольку 12 дом, как и все дома, соответствующие водным знаком, относится к мокши, к теме мокши, освобождения. Наверное, не случайный вопрос связан о том, как спасаться. 12 дом также представляет как бы океан нашего бессознательного и в том числе сны. Для таких людей очень интересна и может быть техника осознанных сновидений. Вот ее тоже можно рекомендовать как духовную практику для расширения своих возможностей. И что самое главное, вот всякий раз, когда Лагнеш оказывается в Дустханах, в таких домах, как 6, 8, 12, для человека очень важна духовная практика. Если человек не будет ей заниматься, то как бы энергия этих домов все равно проявляется, но по худшему сценарию. То есть 12 дом потери, 8 дом это стрессы и опасности и 6 дом болезни, в том числе хронические и враги, враги суды. Если человек не будет направлять как бы своими усилиями энергию этих домов в позитивное русло, она как бы сама будет идти по худшему сценарию. Ну, как бы бесконтрольно. Поэтому для людей, у которых Лагнеш находится в Дустханах, это просто спасение. Самые разные практики самосовершенствования и духовного развития. Для 8 дома к этому относятся и астрология, и тантра в значении тайные знания, и изучение философии, религии. То же самое, очень близко по 12 дому, также рекомендуется философия, религия. По 6 дому техники, концентрации и служения. Вот все эти вещи, как, что называется, доктор прописал при таких ситуациях. Надеюсь, я смог ответить на ваш вопрос. И до новых встреч. Спасибо вам за внимание.